МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Возможно, машину занесло. КАМАЗ, по словам тех же очевидцев, выполнял снегоочистительные работы. Уважаемые автомобилисты, будьте предельно внимательны на зимней дороге. Сотрудниками транспортной полиции МВД России по Центральному федеральному округу выявлены факты использования компании, осуществляющей оптовую торговлю лесоматериалами, подложенных карантинных сертификатов по транспортировке бревна хвойных пород, железнодорожных станций Оленина и Андреаполь, Октябрьской железной дороги. Карантинный сертификат является документом, подтверждающим качество и экологическую безопасность древесины. Оформляется на продукцию для законности ее транспортировки и продажи. По данному факту, дознанием было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации использования заведомо подложного документа. В целях установления лиц, причастных к совершению данного преступления, транспортными полицейскими проведем комплекс оперативно-розыскных мероприятий и отдельных следственных действий. На территории Московской и Тверской областей проведено 6 обысков жилищих предполагаемых фигурантов, а также проведены осмотры железнодорожных станций Оленина и Андреаполь Тверской области, мест складирования и погрузки древесины, в том числе бревна хвойных пород. По результатам проведенных мероприятий оперативниками изъяты мобильные телефоны, электронная переписка, иные документы, изобличающие злоумышленников. Установлена причастность к совершению расследуемого преступления генерального директора компании, жителя столицы, 1974 года рождения. Гражданин сознался в содеянном. Кроме того, в ходе проведения следственных действий установлена сотрудница транспортной компании, жительница Тверской области, 1978 года рождения, причастная к изготовлению подложных сертификатов. Дознанием линейного управления МВД России на станции Москва-Повелецкая в отношении нее возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов». Расследование уголовного дела продолжается.